Зачем мы ходим в церковь? Кто-то скажет по привычке, потому что, ну а что в воскресенье еще с утра делать? Надо в церковь сходить. Хорошая привычка. Хорошо, пришли в церковь, хорошие песни сначала позвучали, потом что-то сказали, потом опять песни, потом слово. Самый неприятный момент, когда деньги собирают. Но тоже переживем. И вы знаете, вот так христиане, я не утрирую, немножко, может быть, немножко утрирую, но многие именно так воспринимают. В воскресенье надо пойти в церковь, потому что надо. Но надо посидеть. Сколько осталось еще? О, еще два часа, долго. Ну, посидим. Так приходит религия. Но церковь на земле – это отражение небесного. Потому что Господь сказал, я создам церковь. Это его детище, которое он создал, в котором, как в капле воды, отражается большое-большое-большое. И любое действие тут имеет такой же отцик на небе. Было бы время, я бы рассказал, что такое хвала. Мы на библейке это рассматривали. Что такое хвала? Для чего она нужна? Что такое слово? Для чего оно нужно? И что такое жертвенность? Для чего она нужна? Находясь здесь на земле, Господь создал некую модель, где мы можем начинать приобщаться к небесному. И это очень важно. Я говорю о жертвенности сегодня, поэтому немножко о жертвенности, что такое в глазах неба. В жертвенности, что я нахожу в Писании, есть два великих жертвенных поступка. Они два одинаково, скажем так, отражены в Библии. Это когда Авраам принес своего сына. Это действие имело очень большое последствие. Евреи до сих пор говорят, Господь Авраам не вспомнит нас, Иаков не вспоминет нас, но ради Исаака помоги и не забудь нас. Так говорят евреи. Заметьте, ни основателя Авраама, ни Иакова, они ссылаются на сына. И вторая жертва, когда мы говорим уже, когда мы говорим во имя Иисуса Христа, потому что Иисус Христос совершил тоже жертву, уже для нас, Он совершил эту жертву. Один народ ссылается на Исаака, мы на Иисуса Христа. И эта жертва, это очень важно. А что лежит в основе жертвы этих персонажей? Представляете, каково сыну лечь на жертвенника? И каково сыну взойти на крест? Что должно быть в этот момент в сердце? Что должно быть? Доверие. То, что я нашел, должно быть доверие. Ты должен доверять сто процентов своему отцу, когда ты ложишься на жертвенник. И ты должен сто процентов доверять своему отцу, когда ты взойдешь на крест. Без этого ты не совершишь этот шаг. И когда мы сегодня в церквях не собираем деньги, а говорим о жертвенности и стимулируем, пытаемся донести в сердце людей вопрос жертвенности, мы воспитываем тем самым доверие Богу. А для чего это нужно? Псалом 27. Я прочитаю, как написано в Торе. Седьмой стих. Господь моя мощь и мой щит. Дальше очень важно. Ему доверялось сердце мое. Доверялось сердце мое. Для чего? И мне дана была помощь. Вы знаете, мы живем и не видим чудес в своей жизни. Мы живем и не видим прорывов в своей жизни. Знаете почему? Мы не получаем помощи от Бога. Потому что у нас нет первого. Мы не доверяем. В наших делах присутствует наше Я, наша подстилочка, наше маленькое участие. И мы говорим, я и ты Бог. Мы не доверяем на сто процентов. А Бог хочет прийти с помощью. Он хочет, написано. Дана была помощь. Бог хочет прийти с помощью в вашу ситуацию. Я не знаю, в какой сфере. В финансах, в работе, в здоровье, в отношениях. Не знаю где. Но помощь стоит на пороге. Ждет твоего и моего доверия. Для чего это? Дальше написано у меня. И торжествовало сердце мое. Господь хочет помочь и наполнить тебя торжеством. Чтобы ты славил и скакал на одной ножке. И на двух ножках скакал. И благодарил своего отца. Он это хочет. Потому что дальше у меня написано. И песни мои благодарить его буду. И песни мои благодарить его буду. Точка. Жертвенность, доверие, помощь, торжество, благодарность. Вот эта цепочка. Когда мы говорим о жертвенности. Когда мы говорим о том, что посмотри, что с твоей жертвенностью. Мы говорим именно о том, чтобы у нас выросло доверие к нашему небесному отцу. В мелочах. Даже если у тебя сегодня нет ботинок. Господь хочет позаботиться о твоих ботинках. О твоем холодильнике. Но взамен он хочет одно. Доверься ему. Сто процентов. Не оглядываясь на себя. Не оглядываясь на то, что есть у тебя. Доверься сверх силы небесному отцу. И помощь придет. Аминь. Господь во имя Иисуса Христа. Благослови наоборот Божий, Господь. Благослови сверх силы, Господь. Тем людям, которые сейчас нуждаются, Боже. Те, кто стоят, Господь, и боятся сделать этот шаг, Боже. Отец, во имя Иисуса Христа. Пускай доверие к тебе, как к отцу, возрастет. Не важно, какие большие горы или малые горы. Какие пропасти и какие овраги, Господь. Но я верю, Господь. И я прошу тебя, пускай эта вера войдет в людей. Я доверяю тебе, Господь. Я доверяю, что ты не молчащий Бог. Что ты Бог, стоящий рядом, протягивающий руки помощи, Господь. И пусть торжествует, горит и зажигается мое сердце от тебя, Господь. От того, что небесное приходит на землю. Господь, благословляю народ Божий. Видеть небесное, доверять тебе во всем. Во имя Иисуса Христа. Аминь. 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 Аминь.